А если смотреть на солнце, то есть с самого первого региона, с которым начинается наша великая, огромная и могучая страна, это Дальний Восток. Четыре художника представляют Магадан, Комсомольск-Наамури, славный город Хабаровск. Но, начиная нашу выставку, мне хочется сказать, что уже не просто это наши любимые партнеры, а практически это члены нашего коллектива. А наши гости подумали, между прочим, что на открытии выставок художники и художницы приходят в таких фраках и таких замечательных костюмах. Слово нашему замечательному коллективу тебе поеду, пожалуйста. Спасибо огромное. Это для нас стало уже очень хорошей, доброй, родителем. И мы с огромным удовольствием и радостью выступим на такой необычайной, удивительной и яркой выставке. Исполним для вас русские народные песни. Я вечер молода. Исполняет хоровой ансамбль солистов «Тебе поем» солистка, дипломант международного конкурса Светлана Бедренец. Исполняет хоровой ансамбль солистов «Тебе поем» Светлана Бедренец. Исполняет хоровой ансамбль солистов «Тебе поем» Светлана Бедренец. Исполняет хоровой ансамбль солистов «Тебе поем» Исполняет хоровой ансамбль солистов «Тебе поем» ПЕСНЯ 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 Саду ягода, малинка, малинка моя, Калинка, калинка, калинка моя, Саду ягода, малинка, малинка моя. Отчас мою, отец, спать положите вы меня. Твою люди, спать положите вы меня. Твою люди, спать положите вы меня. А, любишь меня, ты меня, ты меня. Ай-яй, любишь меня, спать положите, ты меня. Ай-яй, любишь меня, спать, ты меня. АПЛОДИСМЕНТЫ Теперь охватывает от этой страны две трети, от Урала до Дальнего Востока. Огромное количество талантливейших мастеров, и, конечно, на перспективу это еще 100 лет. Учитывая, что вырастают новые, молодые и талантливые, может, и на 200 лет эти выставочные залы не будут оставаться пустыми. Я хочу пригласить участников этой выставки наших замечательных гостей. Пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ Конечно, мы вправе гордиться той замечательной школой, которая сложилась, сформировалась в Красноярске. Вот прямо перед открытием эту выставку посетил Павел Стефанович Федирко. Человек, благодаря которому Красноярский и Академия, и Институт, и Филармония, и Хореографическое училище, можно еще много перечислять того, что было создано за годы руководством Павла Стефановича Федирко краем, Коммунистической партии, Крайкома, партии Красноярского края. Конечно, вряд ли кто-то может вспомнить, какие принимались партийные решения, но превратим Красноярский край в край высокой культуры. Я думаю, это одно из тех грандиозных свершений, которые действительно наш край может гордиться. И Академия, в том числе, Павел Стефанович пришел посмотреть, как же она функционирует. Действительно ли в залах Академии достойны интересные, хорошие выставки. И уходя, он сказал, я хочу вас всех поблагодарить за то, что вы поддерживаете культуру и поддерживаете традиции. В рамках традиций, которые сложились в Красноярске, в виде такой совершенно своеобразной школы, классической, реалистической, наличию нашей образовательной системы. Конечно, Красноярский край имеет свое специфическое лицо. И вдвойне приятно в наших залах видеть работы совершенно новых, свежих, по-другому, может быть, воспринимающих это пространство художников с Дальнего Востока. Конечно, это край, где солнце встает раньше, чем у других. Конечно, может быть, оно им ярко светит. Эта выставка принесла к нам в Красноярск свежие яркие краски. И погода такая, что кажется, что она приехала вместе с ними и светила ярким солнцем. И таким же ярким светом осветились выставочные залы нашей Академии. Хочется в первую очередь предоставить слово нашему председателю, народному художнику, профессору, Академику Анатолию Павловичу Левитину. Пожалуйста, Анатолий Павлович. Дорогие друзья, здесь было так красиво все сказано, что я, честно говоря, растерялся. Такой высокий тон был задан Сергею Евгеньевичу, что просто я не знаю, какими словами даже говорить. Мы имели счастье с Сергеем Евгеньевичем три года назад съездить в Хабаровск, через Китай, кстати говоря, и познакомились с творчеством Надежды Владимировны Хрустовой и Володи Хрустовой. Нам было очень интересно, и мы хотели и думали, что они привезут к нам свои работы. Но мы как-то не думали точно, когда это будет. И когда мне сообщили о том, что едет целая группа восточных художников в составе четырех человек, честно говоря, я думаю, что это такое нам, кота в мешке, что ли, собираются прислать. Я не очень представлял их творчество. А потом приехал котик в мешке, очень слабый, очень добрый, очень ласковый и очень жизнелюбивый. И нам стало очень приятно, что эта выставка полна жизни, любви к человеку, любви к животному, любви ко всему, что окружает нас. Она хороша еще и тем, что ей представили четыре автора, которые работают в разных техниках. Это очень интересно. Есть работы, написанные Маслова у Крустова, есть батик работы Надежды Крустовой, есть философские сложные картины Козьминных, Константина, и Эмали Леватаева, Валерия. И я очень надеюсь, что вы все внимательно посмотрите, оцените. Выставка очень разнообразная, очень интересная. И мы очень благодарны замечательным художникам Востока, которые привезли нам эту выставку. Кот оказался веселенький, хороший и очень пришел по душе, пришелся по душе всем зрителям. Я увидел, что эту выставку будут посещать с большим удовольствием в Красноярске до речи. Спасибо вам, дорогие, за следующее. На все без исключения наши выставки к нам приходит самый большой друг. Самый большой друг вообще всех художников, невзирая на рамки, невзирая на возраст. Это советник губернатора Красноярского края Геннадий Леонидович Рукшин. Дорогие друзья, добро пожаловать в Красноярск. Мы счастливые люди в Красноярске. И уже такая достатическая тема, которую сегодня обозначил Сергей Евгеньевич, о том, что воспоминания... Я хотел бы сказать, что не только воспоминания, но уже есть ситуация, которая произвела в те годы, и Павел Стэффин через свой год запрещен, как посетив вашу выставку, как посетив Академию художества, что это давняя мечта красноярских художников, она реализована. Но самое главное, эта мечта реализована не только для художников, а для нас, а для тех, кто не изобразил его искусство, потому что мы системно являемся, прежде всего, участниками Великого художественного процесса, который определяет нашу Россию, ее несколько огромные размеры, потому что благодаря Академии, благодаря Красноярскому отделению союзов художников и наших собратьев, товарищей, которые живут в Сибири и Дальнем Востоке, мы постоят в ней большие места. Я думаю, что я не стану удивляться и говорить, и поддерживать всех, кто сегодня из Великого и Востока, но я обращаюсь к нашим гостям, но было для меня прежде всего от того, что я не знаю другого вида сегодня искусства, кроме изобразительного, который бы нас так дружил между собой территорией. Только художники у нас познакомили с искусством Омска, Иркутска, теперь вот вы приехали, дальше был Новосибирск и так далее. Мы все время живем в процессе знакомства. И это самое главное, я глубоко убежден, что в сложные, противополечивые времена, которые идет в собирании России, художественное, изобразительное искусство и первофланговые. Для нас чрезвычайно важно, что мы видим и Магадан, и Табаровск, и другие города, сегодня замечательные, которые далекие, но для нас милые, родные по сердцу, замечательные художники, которых мы здесь вот могли бегло уже пойти. Я разбираю мысли нашего академика, нашего руководителя, Андрюха Павловича, о том, что выставка жизнерадостная, я утверждаю, здесь, оказывается, что и на Дальнем Востоке, здесь попала работа полная оптимизма, в первую очередь, которую нам так сегодня не хватает, и это будет востребованная выставка, конечно, в первую очередь, для настояльцев, которые системно посвящают регулярные, обилие выставок, которые проходят в Косноярске. Академия родила целый ряд у нас традиций, и пусть вас не удивляет, эта традиция, что синтез искусств, это прекрасно, поэтому все выставки в Косноярске открываются музыкальным сопровождением, и артисты тоже являются участниками непременно художественного процесса. Успехов вам! Всего доброго! Доброе пожелание вам, от Льва Владимировича Кузнецова, нашего губернатора, который очень много смотрит, работ, знакомств с художниками. Я думаю, всего вам самого доброго! Я думаю, что мы обязательно только пригласим его, но посетим, не позволяем ваших местах, но, к сожалению, только вернулся из командировки, и поэтому я ему обязательно расскажу. Спасибо вам, поклон, землю вашей, вашим товарищам, деятелям культуры. Слава Богу, что вот все состоялось! Спасибо! Спасибо! Ну, я от души поздравляю наших замечательных гостей с прекрасной выставкой. Мне приходилось быть все-таки там, в тех далеких краях, и я сам очень кое-что, так сказать, писал, так сказать, по тем самым местам. И они действительно привезли, правильно сказал Наталья Иванович, свои краски, свою красоту, свою душу, свое очарование, своих работ. Я просто от души хочу им поздравить всем, пожелать им всем здоровья, держаться, так сказать, так, как они держатся, и большого, прекрасного творчества, в том ключе, как они работают. Добрый вечер, уважаемые гости, добрый вечер, все собравшиеся. Очень приятно разделить вот такое событие. И, конечно, вот в последнее время мы живем в какой-то уникальной среде, когда у нас в Красноярске и Альичи, и Новосибирцы, мы действительно можем общаться в этом удивительном мире искусства. Ну, Таня Восточ, дальше всех. Он долго к нам добирался, хотя были выставки вот отдельных художников дальневосточных, но вы знаете, что здесь учились, ваши, ну, совсем уже земляки, но все-таки как-то присутствовала здесь вот эта дальневосточная тема. Но вот продолжение всех замечательных слов, которые были сегодня сказаны, а может быть и в развитии их, мне хочется сказать, что действительно выставка другая. Другие материалы, это очень радостно видеть. Другой батик, батик у нас есть, ну, совершенно другой, если вам дастся это посмотреть, такой сложно составной. Эмаль замечательная, и живопись другая, другие краски, другие темы. Но вы знаете, вот радует-то совершенно другое. Наша страна огромная, но такая добрая. Вот это вот тема, которую обозначил Анатолий Павлович котом. Он действительно здесь присутствует, но и замечательные собаки, еще более милые дети, и такие добрые, открытые краски, что я очень благодарна вот всем от начала, от идеи того, что приехали к нам эти замечательные художники, и что эти художники все-таки до нас доехали и поделились вот этой радостью, открытостью, чистотой жизни. Ну и, конечно же, я говорю, что тут можно на уровне вот самого простого зрителя смотреть это все, наслаждаться, жить этим миром, доброты, красоты, общечеловеческим каким-то, тем миром, в котором мы, по сути, и должны жить всегда. А с другой стороны, конечно, и нашим красноярским художникам эта выставка будет, ну, по-особому интересна, потому что, при том, что мы все за добро, за красоту в этом мире, но каждый находит свой язык, ваших поездок. Огромное спасибо за выставку, всем ее организаторам и, конечно, гостям. ...надежды Васильевны за достойный склад декоративно-прикладной искусства России, высокий профессионализм, многолетнюю творческую деятельность и обращение к лучшим традициям российской мировой культуры. АПЛОДИСМЕНТИЕ АПЛОДИСМЕНТИЕ Борисовичу, за достойный вклад в изобразительное искусство России, высокий профессионализм, многолетнюю творческую деятельность. АПЛОДИСМЕНТИЕ Благодарность искусству Владимиру Павловичу за достойный класс в изобразителье искусства России, высокого строительства и наборочного правителя. Конечно, это очень большой и далекий путь, это примерно столько же, сколько до Москвы. И эти замечательные художники большую часть по организации этой выставки взяли на себя и поняли, что им надо приехать сюда, может быть, осенью, чтобы увидеть, какие краски, какое буйство красок в Красноярске осенью. Тем не менее, мне бы хотелось, чтобы они несколько слов сказали сами. Пожалуйста. Константин, пожалуйста. Ну что, дорогие друзья, от имени моих коллег, художников Дальнего Востока, я бы хотел поблагодарить, прежде всего, я хотел бы поблагодарить руководство отделения Урал-Сибири Дальний Восток, Российской Академии Художеств. Это президента отделения Анатолия Павловича Левикина и, ну, наверное, вице-президента Сергея Евгения Терануфриева. Потому что это действительно, как бы, для любого художника выставка, а тем более, вот такая выставка достаточно, ну, как бы, небольшого по количеству участников, фактически, как персональная, это определенный, ну, с одной стороны, курсический отчет, а с другой стороны, возможность посмотреть на себя самого со стороны. И поблагодарить всех, кто пришел сегодня на открытие нашей выставки. Я надеюсь, что, ну, месяц, который выставка будет здесь работать, и придут еще какие-то, посмотрят, то, что мы привезли сюда, с нашего Дальнего Востока. Ну, и чтобы не задерживать, хочу сказать, в конце слова одного персонажа, кинофильма, будете у нас на филыне, милости просить. Спасибо. У нас на Дальнем Востоке такого нет. Для нас это, как бы, вот, ну, академия там, где вот, небо, луна, звезды, вот, примерно так вот. И чтобы выставиться в академию, ну, вот, существует, допустим, космонавт, ну, вот, мы не космонавты, и даже не думаешь об этом. Ну, вот, случилось так, года два назад, приехали два академии, ну, вот, до сих пор вспоминают, вы знаете, как, морозовые годы, а в ходе вспомогения, примерно так вспоминают наше явление Антолия Павловича и Сергея Евгеньевича. Обошли они несколько мастерских, несколько игрозов, ну, и нам показалось, что, как бы, ну, не совсем нас обругали. То есть мы знаем, что художники, сепельские ребята очень серьезные, школа мощная, но вот, мы решились тоже оказаться. Спасибо вам за прием, спасибо большое. Аплодисменты. Спасибо большое за то, что вы пришли. Особая слово благодарности Сергею Евгеньевичу и единому и неделимому Анатолию Павловичу, спасибо вам большое. Он когда приехал, когда я вас маленько скажу еще, когда он приехал в Кабаровск, он буквально, как вот, хорошей такой палочкой палкой, по камору протрес пыль. Вот у нас по нашим мастерским схемам они так прошлись, что у нас многие художники сидели долго после выхода Антолии Павловича Сергея Евгеньевича на диванах, а мы его протирали, ну, потому что такое вот, ну, как бы оставательное, чистое и, ну, дружелюбное, вот, критики и оценки. И, ну, извините, мы давно давно не слышали. И мы очень рады, конечно, и будем счастливы, если мы еще раз посетим Кабаровск, и мы стоим на седьмом этаже. И Анатолий Павлович к нам забрался и вообще птицей взлетел. Потому что сейчас могу только уточкой. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.